МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выходных из-за дождя в гимназии намокла и обрушилась штукатурка с потолка, из-за чего в ближайшее время дети будут учиться по новому расписанию. Очередной личный прием граждан провел в понедельник городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк. Накануне Пасхи и Родительского дня коммунальщики приводят в порядок городские кладбища. Второй год подряд в нашем городе проходит интеллектуальная игра «Знаешь ли ты свой город», в ходе которой за звание лучшего знатока истории Черноморска соревнуются взрослые и дети. Подведены итоги первого общегородского фотоконкурса «Это мой город». Традиционное легкоатлетическое первенство «Черноморская верста», посвященное Дню города, в этом году собрало более 100 спортсменов со всей Одесской области. Обычки в других новостях ви узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Президент Петро Порошенко призначив командувачем Військово-морських сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Ігора Воронченка. Мотивуючи це рішення, глава держави нагадав події дворічної давнини. Тоді під час незаконної анексії Криму російськими агресорами генерал Ігору Воронченко виявив мужність та вірність військовій присязі і робив усе можливе для збереження військової техніки і виведення особового складу своєї частини на материк. На порталі державних послуг віднині можна отримувати ще дві додаткові послуги, а саме здійснювати державну реєстрацію приватного підприємства або юридичної особи. Про це розповіли координатори волонтерського проєкту Айгов і представники Міністерства юстиції. Розсіль Госпнагляд затримав у Білгородській області близько 20 тонн яловичини, що перевозилося під виглядом масла, йдеться в повідомлені служби. На мішках було виявлено етикетки українською мовою, згідно з якими м'ясо вироблено в Полтаві. Нагадаю, з 1 січня поточного року діє продовольче ембарго щодо продукції з України. Крім того, під час перевезення яловичини не дотримувався температурний режим. Якість упаковки була також неналежною, зазначає Розсіль Госпнагляд. Продукція, заборонена до везення на територію Росії, вилучена та знищена. Влада Саудовської Аравії схвалила план економічних реформ, який повинен допомогти країні позбутися залежності від нафтових доходів. План отримав назву «Сауді Віжин 2030». Програма передбачає створення суверенного фонду на суму 2 трлн доларів, проведення приватизації, скорочення субсидій і продаж 5% державної нафтової компанії, вирочка від якої і піде на створення фонду. Створення суверенного фонду покликане перетворити найбільшу експертену нафти з глобально інвестиційну державу. Планується, що до 2020 року економіка Саудовської Аравії взагалі не буде залежати від нафти. Зараз країна отримує близько 80% від своїх доходів до продажу ресурсу. Січня по березень поточного року в Одеській області за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулися майже 44,5 тисяч домогосподарств, що в 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Головне управління статистики в Одеській області. Середній розмір субсидій цього року в Одеській області склав 1026 гривень. Також в цей період більш ніж тисячі домогосподарствами в регіоні були призначені субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого вагазу, твердого та рідкого пічного побутового палива. В середньому їх сума склала близько 2 тисяч гривень. Ливневі дожди спровоціровали намокання і частичне обрушення штукатурки з потолка коридора на второму етаже гімназії. Происшествие случилось в выходні дні. Городські власні обіщають як можна быстрі отремонтувати поврежденні участки потолка. В настоящее время закрыт проход в кабінеты, расположенные в непосредственной близости к месту обрушення. В минувшие выходные в гімназії произошло частичне обрушення штукатурки на потолке второго етажа. Одним із причин происшествия можуть бути проливні дожди, а також устаревшая технологія внутріних робот, считає заміститель городського голови Сергій Быченко. Последні дожди, с витрами, сильні дожди, проїзошло частичне замокання торця здання. І штукатурка подмокла. В нікарих містах толщина штукатурки под рамки дерев'яній составляє більше 15 сантиметрів. Вот она під своєю тяжестю і обвалилась. Обвал штукатурки на потолке не влияет на устойчивость стен здания, состояние которых находится под контролем. Ещё в 2014 году, когда мы только начинали строительные работы, были установлены маяки, за которыми постоянно ведётся наблюдение. Так вот, последний контроль показал, эти маяки никуда не ушли. Здание стоит точно в таких же параметрах, как и было два года назад. На некоторых одеских сайтах была размещена недостоверная информация о местах падения штукатурки. На самом деле, все классные комнаты второго этажа гимназии находятся в удовлетворительном состоянии. Кабинеты номер 24 и 25, которые фигурируют в интернет-новостях, также не пострадали. Проход в них закрыт из-за того, что они находятся в непосредственной близости от места обрушения. Я ещё раз хочу успокоить жителей города Ильичевска. Здание гимназии стоит, оно пригодно для учёбы. Мы сейчас предпримем шаги, чтобы дети могли спокойно, я подчёркиваю, спокойно и в нормальных условиях доучиться до конца года. Специалисты внимательно изучили реальное состояние здания. Угрозы для жизни детей оно не представляет. Городские власти обещают как можно быстрее отремонтировать повреждённые участки потолка. Из-за аварийного состояния школьного коридора администрация гимназии приняла решение о временном обучении детей в две смены. Очередной личный приём граждан провёл в понедельник городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк. Большинство обращений жителей города связаны с просьбами о материальной поддержке, получении жилья или места в детском саду. За время своей деятельности мэр города провёл более 200 личных приёмов, на которые в среднем записывается от 10 до 20 жителей города с самыми разными вопросами. В понедельник городской голова Черноморска провёл очередной личный приём граждан. Горожане рассчитывают на поддержку городских властей в решении самых разных проблем. Ситуация, конечно, очень сложная, она непростая, потому что за каждым человеком за каждым обращением это целая судьба, вот это заявление, вот реальная поддержка. Значит, ситуация, она обостряется тем, что государство практически прекратило поддерживать целые пласты населения. Причём это сделало очень резко, очень быстро, одномоментно. Государство легко в лице правительства говорит, да, у нас вот будут повышаться тарифы на газ, у нас будут подниматься тарифы на электроэнергию, да, для чего вас люди нанимали на эту работу. Но люди там приходят ко мне и говорят, Валерий, у меня там 1350 пенсия, а жизнь вот такая, медикаменты, вот это, вот это. А государству беспокоилось о том, чтобы поднять пенсию нашему населению? Нет. Значительная часть заявителей обращаются к городскому голове с просьбой о предоставлении материальной помощи. Мы 30 миллионов из бюджета, это почти 10% бюджета выделяем ресурсов на поддержку. Детские жадники, там питание в школах, это медикаменты, там доплата к пенсиям, я бы переселял до бесконечности. Часто городским властям поступают обращения с просьбой помочь в решении проблем, связанных с реализацией закона об обществах совладельцев многоквартирных домов. Мы пришли к мэру с жалобой по поводу того, что после проведения собрания 19 марта по требованию жителей ОСМД предоставить документы для проверки расчета тарифа, который нам предложено было увеличить на гривну 15, это с 2.70 до 3.80. Правление не реагирует на наши письма, правление не принимает у нас письма, принимает это с боями, принимает с вызовом полиции. Он обещал дать поручение после 4 мая, после выхода его зама, с правомерностью расчета тарифа. Будем ждать результат. Такие вопросы должны решаться между собственниками многоквартирного дома. Тем не менее, власти стараются найти решение проблемы в рамках своей компетенции. Очень серьезная проблема. Рядом с этими домами 1 мая, гандаровские дома, люди приходят, Валерий, помогите. В чем? Вы же собственники этого дома. У нас неправильно установлен тариф. Так подайте в антимонопольный комитет. Это было бы справедливо. Нет, мы туда не хотим, давайте вы. Вот мы будем включаться в дела, которые не свойственны городским властям. Мы посмотрим средства. Если они завысили, мы им напишем предписание. Но есть и другие институты власти. Достаточно часто на приемах звучит вопрос о бездомных животных. Но эту проблему невозможно решить без привлечения значительных средств, в которых сейчас больше нуждаются малообеспеченные горожане. Вот собаки бегают по улицам. Да, бегают. Я понимаю. Что мы должны сделать? Мы их всех хастрировали. Ну, грубо говоря, называется стерилизация. Все заплатили деньги за них. Мы же их выбросить не можем. Значит, они болтаются по улице. Значит, что мы должны сделать? Говорят, а вы не можете построить для них там питомник? Я говорю, можем. Но когда собака, питомники будут стоить больше, чем, скажем, сегодня пенсионер получает пенсию. За каждым обращением к мэру стоят судьбы людей. Но, к сожалению, не всегда у городских властей есть возможность решить вопрос, с которым обращаются горожане. Это касается предоставления мест в детских садах людям, проживающим в городе без регистрации, и возможности постановки на квартирный учет или получения жилья. Вот сирот, очень меня волновала тема сироты. Значит, скажем, мы, вот я как мэр, за 20 лет мы не допустили практически ни одной промашки по отношению к семьям сирот. Что это значит? Значит, если там, скажем, сирота, там, значит, родители, ну, погибли, там осталась какая-то квартира, мы делали все, чтобы эта квартира не потерялась. И она осталась обязательно вот этому ребенку или там детям и так далее. Но есть много других вещей. К нам приехала, допустим, какая-то семья, а они семьи сирот. Приходит Валерий Крич, помогите нам жильем. Вот я сирота и вышла замуж, он тоже сирота. Я все понимаю. Что да, но вы будете получать квартиру на общих основаниях, по тем же самым спискам, а где нам быть, как быть. Вот таких вопросов тысячи. Ну, это моя работа. В день личного приема граждан городскому голове обратились около 20 человек. Следующий прием мер Черноморска проведет в конце мая. Шановні мешканці міста, у вівторок 26 квітня об 11-й годині в Центрі культури і мистецтв за адресою вулиця Хентадзе 7 відбудеться зібрання громадськості у зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Пасхи После одного из главных христианских праздников Светлого Воскресенья Христова наступають поминальные дни. Городское управление жилищно-коммунального хозяйства, в ведении которого находятся два городских кладбища, в том числе и кладбище между Молодолинским и Великодолинским, уже начали подготовку к проводам. Традиціонно через неделю после Пасхи христиане поминають усопших. Накануне проводов горожане посещают кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Коммунальные службы города также проводят ряд работ. Вывозят мусор, готовят к использованию скважины, красят заборы и устанавливают дополнительные мусорные баки. Помощь в уборке оказывают и учащиеся Ильичевского морского коледжа. На городских кладбищах работает крупногабаритная техника коммунального предприятия ГУЖКХ. Это погрузчики, самосвалы, трактор, для того, чтобы вывезти оттуда весь скопившийся мусор, который образовался и от уборки захоронений, и от расчистки зеленых насаждений. Мусор собирается в крупногабаритной технике и ввозится на городскую свалку. Мы планируем провести работу по устройству внутриквартальных проездов. Будет выполнена подсыпка щебеночно-кровийной смесью. Объем работы порядка более полутора тысяч квадратных метров. И также будут выполняться работы по благоустройству. Это побелка, покраска, подготовка общественных туалетов и прочее. Чтобы поддержать городские кладбища в ухоженном состоянии, усилий только коммунальщиков недостаточно. Посетители кладбища также, в свою очередь, должны следить за порядком. Просьба складывать мусор, конечно, исключительно в контейнера и не выбрасывать их на межквартальные проезды. Потому что это усложняет работу техники, потому что техника убирает контейнера. Соответственно, мы проводим уборку крупногабаритного мусора. Но для того, чтобы это оптимизировать, ускорить, конечно, лучше мусор складывать в специально отведенные для этого места. Все, кто приезжает накануне поминальных дней, отмечают хорошую работу коммунальщиков и работников кладбища. В каждом ходе хочет навести порядок на кладбище. Поэтому люди едут и красят, убирают. Ну и работники стараются, конечно, убирать. Молодцы, конечно. Вода есть. В этом году также решился вопрос транспорта. 16 апреля начал работу маршрут номер 12, который ходит 4 раза в неделю от городской автостанции до Малодолинского кладбища. Судя по всему, большинство горожан еще не знают об этом, так как большим спросом маршрут пока не пользуются. Ездим во вторник и четверг в 7, в 2, в 8, в 3. На выходные в 6, в 12 и в 3. Отсюда три раза. Три раза. И оттуда в 7, в 13 и в 16. Надеемся, что станет лучше. В честь того, что мы ездим каждый через день. На выходные, как бы люди знают, ездят. В рабочие дни. Ну, может и работают люди, может еще не знают. На территории кладбища между Малодолинским и Великодолинским во время работы крупногабаритной техники въезд на частном транспорте будет запрещен. Поэтому коммунальщики просят посетителей кладбища обратить на это внимание. А сейчас информация коммунального предприятия Ильичевского канал о том, у кого в нашем городе не будет холодной воды. В связи с установкой общедомовых приборов учета водопотребления, во вторник, 26 апреля, с 9 до 17 часов будет отсутствовать холодная вода. В жилом доме по проспекту Мира, бывшей улице Ленина, 41, в первом, а также с 6 по 9 подъездах. Ильичевский водоканал приносит свои извинения за временные неудобства. По сведениям Ильичевского городского отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, вперед с 18 по 25 апреля спасатели выезжали на 7 вызовов, один из них оказался ложным. В понедельник, 18 апреля, в 9 часов 44 минуты, поступило сообщение о пожаре во Видеопольском районе в поселке Великодолинское. Пожарные тушили на улице железнодорожной загоревшуюся летнюю кухню. Во вторник, 19 апреля, в 9 часов 29 минут, пожарные выезжали по адресу улицы Александрийская, 22, где в трансформаторной подстанции произошло замыкание электропроводки без последующего горения. В среду, 20 апреля, в 16 часов 49 минут, поступило сообщение о том, что из-за дождя подтопило одну из линий садов. Спасатели, прибыв на место вызова, откачали воду с помощью мотопомпы и пожарного автомобиля. В четверг, 21 апреля, в 8 часов 45 минут, поступило сообщение о том, что нужна помощь в открытии дверей квартиры в доме номер 26 по улице Парковой, где оказался запертым ребенок. Спасатели, прибыв на место вызова, через окно по пожарной лестнице попали в квартиру и открыли двери. В этот же день, в 9 часов 40 минут, пожарные выезжали по адресу улицы 1 Мая, 4, где на втором этаже произошло возгорание в электрощитовой. Также в четверг, в 15 часов 41 минут, поступило сообщение о пожаре в Молодолинском. На улице Молодежной пожарные тушили жилой дом. Второй год подряд в нашем городе проходит общегородская интеллектуальная игра «Знаешь ли ты свой город?». За звание лучшего знатока истории Черноморска боролись дети против взрослых. В пятницу в кемпинге Украины прошла необычная интеллектуальная игра «Знаешь ли ты свой город?». За право называться лучшими знатоками истории Черноморска боролись две команды – «Большая семерка» и «Юные лидеры». В состав первой вошли директора учебных заведений города. А команда «Юные лидеры» состояла из представителей школьного самоуправления. Интеллектуальные состязания проходило в четыре этапа. «Первый этап – это очень быстрый таблиц вопрос-ответ. Второй этап – он подразумевает более подробный ответ на вопрос об истории Ильичевска. Третий этап – это фото-вопросы. Ну и четвертый этап – это конкурс ораторского мастерства». Интеллектуальная игра между школьниками и руководителями различных учреждений города проходит в Черноморске уже второй год подряд. В прошлый раз с небольшим разрывом победу завоевали старшие участники состязания. В этом году лидеры школьного самоуправления усердно готовились к состязанию. Ребята признаются, что перед игрой проделали немало работы. В прошлом году было, конечно, страшно, потому что первый раз, ну, все-таки еще не знаешь, что к чему, а в этом году уже не так переживаю на самом деле, потому что предварительно, ну, уже знаю, что будет и как это все будет происходить. Мы с командой изучали историю нашего города, мы изучали историю нашей школы, то есть советовали с заучами, которые консультировали нас и рассказывали года основания школы, кто был директором школы, вот с самого ее основания и по сегодняшний день. Мы очень долго готовились, мы учили историю наших школ, учили историю города. И я считаю, что если ты знаешь все, то у тебя все получится и не так сильно будет страшно. В принципе, нас еще будет несколько человек, и мы сможем друг друга поддержать, и думаю, мы выиграем. Мы настроены на победу, что выиграем, и у нас все получится. Не менее волнительным участием в игре было и для руководителей учебных заведений города. По словам организаторов интеллектуального состязания, для педагогов победа в турнире имеет особое значение. Одно дело, когда проигрывают дети, и совсем другое, когда проигрывают взрослые люди, так сказать, при погонах, при регалиях и прочих. Я вам открою секрет, в этом году и директора из-за этого очень переживали. Как бы были сомнения, ну как же, детям придется подыгрывать. Никакого подыгрывания не будет, все будет абсолютно честно и прозрачно, как положено. По итогам четырех этапов интеллектуального состязания с разрывом в несколько очков победу завоевала команда «Большая семерка», в состав которой вошли директора различных учебных заведений города. Именно они стали обладателями символического кубка «Лучшие знатоки истории Черноморска». А все участники игры были награждены почетными грамотами и подарками. Еще одним сюрпризом для школьников и педагогов города стали книги об истории Ильичевского морского торгового порта, которые участникам вручил ее автор, депутат городского совета Юрий Бусько. В этом году впервые в Черноморске проходил фотоконкурс «Это мой город», посвященный празднованию Дня города. Все его участники были отмечены почетными грамотами отдела по делам семьи, молодежи и спорта, а победители получили денежные вознаграждения. На минувшей неделе в нашем городе прошло торжественное награждение победителей и участников первого фотоконкурса «Это мой город». На суд жюри свои работы представили 11 фотографов. Победители определяли в двух возрастных категориях. Возрастная номинация – это первая номинация – это молодежь, дети и молодь возрастом 12-25 лет. И вторая номинация – это более профессиональные ребята возрастом 25-35 лет. Конкурсанты представили членам жюри несколько десятков работ. На них запечатлены достопримечательности Черноморска. По словам организаторов конкурса, определить победителей было непросто. Выбрать победителя было очень сложно, так как все работы достойные, все работы заслуживают внимания. Мы долго сидели, буквально часа полтора, мы не могли просто выбрать. Это было очень тяжело для нас. Ну, выбрали самых достойных. По итогам конкурса победителем возрастной категории от 26 до 35 лет стал фотограф Владимир Кунянский. Я хотел поснимать восход. Хотел потестировать новый вид роликов в таймлапс. Это когда серия кадров соединяется в один видеоклип и получается такое ускоренное видео. Я поднялся в 4 утра, пошел на море, поснимал на песке, поснимал в парке, поднялся на лестницу и увидел вот такой вот чудесный восход. Вот непередаваемое буйство красок от лилового, заканчивая фиолетовым, перламутровым и сквозь вот эти вот облачка увидел лучи солнца. Очень красивый вид был. Но кадр был бы неполный, если бы не было прекрасной колоннады и лестницы в кадре, которая ведет в море. Второе место завоевала работа Андрея Данилишина. А третье место досталось Ольге Абаянской. В номинации от 12 до 25 лет лучшей стала фотография Дмитрия Кирова. На втором месте оказалась работа Юлии Хаджи. А на третьем снимок Кирилла Стесюры. На минувших выходных завершились мероприятия, посвященные дню рождения Черноморска. Финальным спортивным состязанием стало первенство города по легкой атлетике. В субботу на стадионе седьмой школы прошло открытое первенство города по легкой атлетике Черноморская верста. Эти состязания проходят в нашем городе восьмой год подряд и уже стали традиционными. Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики. Так как уже становится тепло, наши дети-спортсмены выходят уже на стадионы, на беговые дорожки. Это первый старт, который проводится уже на улице. В забеге приняли участие учащиеся 6-11 классов. На линию старта выходили более 100 спортсменов Одесской области. В гости к школьникам города Ильичевска в этом году приехала областная специализированная школа по легкой атлетике, Динамовская специализированная школа и детская спортивная школа города Раздельная. В этих соревнованиях принимают участие все общеобразовательные школы своими сборными командами. Все участники соревнований должны были пробежать одинаковую дистанцию – одну версту, то есть 1066 метров. Спортсмены приложили максимум усилий, чтобы показать высокий результат. Я долго и упорно тренировался к этим соревнованиям, чтобы попасть в призеры. Я обижался детскими спортсменами, они были очень сильной конкуренцией. Это было очень тяжело, но я справился с своей задачей. По итогам состязаний лучшие в своих категориях спортсмены были награждены грамотами и медалями отдела по делам семьи, молодежи и спорта. Таким образом, сезон соревнований по легкой атлетике можно считать открытым. Уже 5 мая в Черноморске пройдут следующие состязания – финал областной спартакеады по четырехборью среди школьников. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей. С вами была Мария Грушевая. Всего вам доброго. До свидания.